Ну, хочу сказать, что в своем титане я пишу, вот и то, и у этой, горы и люди походом посвящаются. Горы имеют власть, свадьба в своих краях. Это уже не страсть, это судьба моя. Часть вторая. Есть такое бытие враг. И вот эти все люди, которые побывали на Кавказе, потому что в Крыму, как я этого не замечал, но Кавказ, это действительно, да, могущественные горы, это серьезно, понимаете. В Крым мы ходим на прогулку. В Крым, Каспад, это я считаю так, прогулка, можно сказать. Хотя горы красивейшие, вот полюбил я и все. А Кавказ, извините. И вот в городе Кавказа есть такое бытие. Горах Кавказа, я бывал не раз. Ведь эти горы, это просто чудо. Особенно, когда ты на вершине, как будто в облаках, говоришь, ты птица. Ты панораму гор такую видишь, то в них ты открываешь мир перед собой. Величие могучих гор Кавказа. Об этом говорить мы можем долго и слушать, хочется об этом так же. В горах обычаев так много. Угорцев, да и туристам наши. Но в одном обычае нельзя не вспомнить. Когда стоишь ты лагерь с друзьями, а группа далеко видна в горах на перевале. И путь той группы проходит рядом с нами. Людей мы должны встретить и перво их чаем напоить. И я не забуду этих радостных минут, когда встречаются две группы. Одна липунь до победы, другим еще вершина впереди. Но пьем мы этот чай. Но пьем мы этот чай горячий. На берегу ведем беседу. И вспомним мы не рад. Рад о наших встречах еще раз. И столько впереди. Это есть воспоминания.